МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Ну, 16-й год, точнее, конец 16-го года принёс нам известие, что городу присвоили статус территории, опережающей социально-экономического развития. И вот депутаты не заставили долго ждать, уже приняли как раз-таки такое решение, которое для резидентов этой территории будет. Вот хотелось бы, чтобы Вы немножко рассказали об этом решении. – Ну, может быть, напомню, что это первый моногород, который получил такой статус территории социально-экономического развития, опережающего в республике, это наш. И мы, что нам приятно, депутаты первые в республике, тоже обнулили земельный налог для резидентов этой территории. Ну, теперь мы ждём эти компании, которые зайдут с нетерпением. То есть это новые производства, это новые рабочие места для наших жителей, для кумертаусов. – Уважаемые зрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Если у Вас будут вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Четыре постоянные комиссии действуют в Совете, Олег Анатольевич. Вот разграничиваете, кто-то, может быть, больше работает нормотворческой деятельностью, занимается какие-то баталии, там жёстче происходит в комиссиях? – Часто наши жители видят только такую верхушку айсберга, заседание городского совета. А вот такая кипучая деятельность как раз на самом деле и происходит обычно в заседаниях комиссий. Во-первых, они очень долго проходят, они проходят порой по одной теме или по одному вопросу не один раз. Вопросы бывают откладываются, отправляются на доработку. Отдельно выделять какую-то из этих четырёх я не буду. В принципе, каждая по своему профилю достаточно сильно нагружена. И вопросов поступает очень много. И они все важны для жизнедеятельности нашего города. Ну а так, конечно, вот эта работа очень важна. И здесь достаточно активны и комиссии, которые недавно были из депутатов, недавно избранных горожанами. – Хорошо. Ну вот приём граждан ведут депутаты. По какому графику? Есть ли вообще статистика, к кому больше всего обращаются? – График размещен на сайте у нас. График размещен на стенде около кабинетов Совета городского округа, в администрации городской. Депутаты ведут активный приём, участвуют в этом. Другое дело, что не очень много обращается населения на личный приём к депутатам. Тут есть, конечно, у нас по этому вопросу какая-то низкая активность. А так, всё это работа ведётся. Может быть, чуть больше обращение ко мне, как председателю, потому что не только здесь по социальной какой-то тематике, в связи с моей какой-то основной профессиональной деятельностью, а вот именно как председатель Совета есть часто у населения ряд вопросов, нерешаемых каким-то, видимо, другим способом, кроме как на личном приёме. – То есть вопросы разноплановые, не только по здравоохранению. – Хорошо. Ну вот, помимо председательства в Совете, все вас прекрасно знают, как и главного врача нашей городской больницы. Грипп у нас, говорят, должен был быть, да, свирепствовать, но вроде бы всё обошлось. Или я ошибаюсь? – Он ожидался в январе, и там это всё как бы случилось. К сожалению, совпало с каникулярным периодом. Мы его ожидали, может быть, чуть позже или чуть раньше, но именно пик пришёлся как раз на вот эти 10 дней, когда вся страна отдыхала. Ну, кроме медиков, очень большая нагрузка была на скорую медицинскую помощь в связи с этим, потому что были всё-таки… Мы усиливали потом бригады поликлинические, усиливали и в том числе транспортами, медиками, выводили врачей дополнительно уже по мере развития этой ситуации. К счастью, значит, никто не погиб у нас. С гриппом было 22 случая подтверждено лабораторно, из них 6 детей. Тоже все выздоровели, к счастью. И всё-таки размах… Ну, в основном это были респираторные вирусные заболевания, не все были гриппом, из всех случаев обращения в нашу организацию медицинскую. Но вот я считаю, что активно проведённая вот эта вакцинация в те установленные сроки и спасла нас от каких-то тяжёлых болепоследствий. То есть в этом году без потерь, к счастью. Ну, сейчас наступает период в межсезонье, когда днём будет плюсовая температура, в ночные часы будет выхолаживать. Какие-то советы, может быть, здесь? Потому что тоже простудные заболевания, они, как правило, распространены весной. Я каждую передачу уже об этом говорю, об укреплении иммунитета. Самое лучшее – это, конечно, вести здоровый образ жизни. Мы, хотя, естественно, чаще подвержены это дети, это люди, которые находятся где-то в месте скучности, либо детей в группах дошкольных, либо школьных учреждений, либо это взрослые, которые находятся где-то в таком контакте в тесном, либо в транспорте общественном. То есть надо чаще мыть руки, проветривать помещения. Ну, общие такие. Но мы эпидемию не ожидаем. Как та, которая была январская, такого сейчас есть, заболеваемся, но рост – это среднестатистические такие показатели. То есть вот так. Беречь себя надо, ну и вести активный образ, здоровый образ жизни, беречь своих детей. Вот то, что я сказал уже. Да. Ну вот кто не следует советам врачей, ну или же так получается, что люди болеют, вот на днях могли, конечно же, увидеть обновленную регистратуру в городской поликлинике. Как случилось так, что все-таки решились отказаться вот от того пресловутого стеклянного барьера между пациентом и регистратором? Ну, честно скажу, что мы затратили немалые средства. В больнице сейчас в последние годы сформировалась достаточно нормальная такая экономическая ситуация и позволила нам уже, ну уже не только регистратуру, у нас много чего нового произошло в плане и материальном плане оснащения нашей больницы. Не только, кстати, нашей больницы. Следует не забывать, что у нас присоединилась и Ермолаевская центральная район, и мы немало вкладываемся и в здравоохранение Кургазинского района. Ну, как бы вот это, тут все как бы сложилось к одному. И заявленная территория, опережающая социально-экономическое развитие и программа развития моногородов, где прям красной нитью в том числе обратили внимание на здравоохранение. Там будет предусматриваться, я вам сразу раскрою секрет, это вежливые регистратуры открытые, это оснащение санитарным автотранспортом, учреждения медицинских этих городов и квотирование мест в медицинских вузах федерального значения. Мы над этим уже сейчас работаем, заявка по транспорту нами отправлена. Ну и вот так случилось, что мы, по сути, первый моногород в России. Вообще, кто сделал эту регистратуру? Мы сработали по прямым договорам, значит, средства использовали федеральную ОМС, значит, немного вне бюджета, немного нам оказали благотворительную помощь, но в основном это были средства ФОМС, на текущий ремонт, на закупку оборудования. Вот сегодня буквально уже устанавливается аппаратура для электронной очереди. Понятно, что это глобально, прямо так вот, не изменит какие-то проблемы, существующие в первичной медицинской сети у нас, не заменит кадры. Но мы хотели создать просто немного больше комфорта, там есть зона Wi-Fi, будет место для собак, поводырей, значит, открытое. Вот это на самом деле ушли от вот этого унизительного барьера, когда людям приходилось наклоняться к окошку регистратора. Увеличили количество регистраторов. Значит, мной был подписан приказ, а вообще там смене всей вот этой логистики, работы регистратуры в городской пока поликлинике. Нет, во всех регистратурах, но начали с городской. То есть там будет постоянно занятие психологов с регистраторами, мы их будем постоянно натаскивать на вежливость, на компетентность, на осведомленность. Сейчас там пришли и новые люди, их надо тоже, они должны повысить свой профессионализм, потому что они работают буквально неделю некоторые. Это тоже может сказаться на качестве их работы. Эта работа ведется, это продолжается. И сейчас мы дальше идем на приемные покои, значит, уже приказ тоже мной подписан. И эти люди тоже, значит, будут соответственно повышать свой уровень. И красной нитью это вежливость. Вежливость, компетентность, над этим будем работать. И уже работаем. Я думаю, горожане будут довольны тем, кому придется обратиться, значит, либо в поликлинике, либо в приемные покои. Ну, то есть если театр начинается с вешалки, то как раз таки поликлиника начинается с регистратуры. Такие фронтлайны наши больницы, вот эти люди будут стараться, конечно, самых опытных на передний край выводить, ну и подтягивать молодежь. Это что касается регистратуры. Все-таки здесь была первая задача – это комфорт. Уйти от этих вот стояний в очереди. Ну, там в основном это утреннее время, конечно. У нас уже в последнее время электронные записи, прочие моменты насытились мы кадрами достаточных. Есть еще проблемы, но их уже меньше. То есть это уже позволило убрать, в принципе, уж огромные там прям ожидания. У нас только пиковые дни бывают после длительных каникул или длительных выходных. Вот, например, даже открыли регистратуру, вот один день был, понедельник, уже во вторник там очереди не было, до даже установки вот этой аппаратуры. Ну, с завтрашнего дня или с понедельника сейчас они там ее протестируют нормально, и уже будет электронная еще очередь. Это все, говорит, только для удобства. Ну, помимо того, что регистратура стала безбарьерной, появляется электронная очередь, постепенно будут отказываться еще и от привычных бумажных карт, я так понимаю. С 2018 года мы обязаны будем это сделать тотально в республике все. То есть не будет амбулаторных карт, будут только электроны и истории болезни. Все будет храниться не на серверах, а в облаке. Информация закрытая, закрытая система. Каждая будет, информация о каждом пациенте защищена, конечно, надлежащим образом. И вот с поликлиники начнем уже переход. Мы им отвели определенные сроки, где-то дооснастим компьютерами, кому не хватает, хотя в каждом кабинете они есть, и потихонечку будем переходить. Очень население, я знаю, особенно пожилого возраста, с таким трепетом относится вот к этим Талмудам, особенно к записям 80-х, 70-х годов. Ну, скорее всего, будет переноситься какая-то наиболее важная часть оттуда, все это будет отчасти сканироваться, но, конечно, медиков часто интересует все-таки текущая информация недалекого прошлого, и вот эта работа уже, в принципе, у нас началась. Мы уже создали клише-карт, система единая в Башкирии, промет, так называемая, здесь это все уже... У нас одно подразделение только полностью перешло, это психотерапевтический дневной стационар. Они уже целиком работают, у них все в компьютерах, информация тоже закрытая. Существующие бумажные карты вы заархивируете? Они будут сохранены, конечно, они надлежащим образом будут храниться в нашем учреждении. Ну, если уйти от работы поликлиники, вот во всей городской больнице, какие еще новшества произошли? Значит, с Нового года у нас есть теперь врач Гири Артер, она сидит как раз недалеко от этой новой регистратуры, она принимает после обеда, это плановый врач, это врач, который лечит лиц пожилого возраста. Она у нас прошла обучение в Москве, 4-месячное, и приступила к работе. Для горожан сообщу, что вышла из декретного отпуска врач-аллерголог, тоже ведет прием. Сейчас у нас с ней есть вопросы по оснащению ее аллергенами. Мы хотим уйти от того, чтобы наши жители ездили на диагностику, аллергенную диагностику в другие города. Постараемся ее сейчас дооснастить. Просто ее долго не было, немножко этот вопрос подвис. Мы его решаем. Мы отремонтировали два отделения в терапевтическом корпусе, там плюс приемный покой, достаточно комфортно стало там, я считаю. Кто имел несчастье в плане болезни побывать там, я думаю, остались довольны, потому что комфорт все-таки там тоже добавился. В каждой палате есть теперь сантехника, есть палата для ветеранов с душем, с туалетами, отдельно для них есть блок интенсивной терапии. Теперь у нас подразделение для тяжелых больных, тоже только для терапии. То есть у нас раньше было в кардиологии, в неврологии, а теперь еще для терапевтических пациентов то же самое есть. То есть медсестра сидит прямо над пациентами и помощь непосредственно оказывает тот же, если вдруг состояние меняется в худшую сторону. У нас теперь есть современная лаборатория, буквально на несколько недель, полторы-две назад мы установили ее, очень современная. Она нам досталась безвозмездное пользование, хотя она очень дорогая, там под 10 миллионов стоимостью. Тоже мы уходим почти уже от анализов крови из пальцев, то есть берется венозная кровь. Определенная, конечно, нагрузка для нас по расходным материалам дополнительная, но мы на это идем. Это очень современный. Многие лаборанты, которые проработали всю жизнь в больнице, безумно рады, я вам скажу. То есть это обличает. Это все электронно тоже, это тоже будет автоматически вноситься уже в данные пациента. Мы постараемся, ну я в идеале сейчас говорю, есть еще шероховатости, значит, у кого-то могут еще остаться вопросы, кто уже с этим столкнулся, но мы над этим работаем. Анализ будет залетать сразу в индивидуальную карту, в электронную пациента. Результаты, я имею в виду. Упростится часть работы. Часть ходьбы наших пациентов тоже уменьшится. То есть над этим мы работаем. Ну, в принципе, и сейчас у нас буквально на днях начинается ремонт детского отделения. Я сразу приношу извини за некоторые неудобства. Мы полотделения сожмем территориально. Уже с понедельника заезжали строители. Там будет новый лифт, будет сделан ремонт всего детского отделения. Окна мы чуть раньше поменяли, пару лет назад. Теперь сделаем все остальное. Все будет современное, новое. Плитка на полу. Доступная среда будет тоже. Ну, и там кое-какие вещи, которые, я думаю, от вас приятно удивят. Не буду забегать вперед. И уже идет ремонт у нас Свободинской участковой больницы. Очень долго переживали жители Свободы. Насколько я знаю, до присоединения к нам митинговали. Думали, что закроют. Да, по поводу ее закрытия. Порядка 4 миллионов смета. Очень активно взялись эти строительные организации ее выполнять. Уже покрыты кровля. Идут строительные работы внутри здания. Сам персонал, я так понимаю, там еще амбулатория, значит, у нас работа. И посетители амбулатории уже восхищаются. Хотя еще работы идут, но уже по масштабу они видят, что они могут быть спокойны. Больница не будет закрыта, она будет иметь современный вид и удобна для лечения той нашей категории сельчан, которые живут в Свободе, в Абдулово и будут лечиться там. Да. То есть, облик меняет не только городская больница, но и про поселение тоже не забываем. Олег Анатольевич, ну вот есть прекрасная возможность перед 8 марта поздравить всех женщин с наступающим праздником. Вопросов, то есть, нет, да? Вопросы есть, но они касаются жилищно-коммунального хозяйства. Мы их вам обязательно передадим после эфира. Женщин, конечно, поздравляю от всей души с наступающим Международным женским днем. Прекрасный весенний праздник. И, конечно, всем желаю крепкого здоровья, оставаться такими же прекрасными, красивыми, чтобы они всегда были рядом с нами и вместе, мы все вместе предоставили трудности, которые еще у нас существуют с праздником. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Ну вот я вам уже до эфира пообещал, теперь остается только сказать телезрителям, что те новшества, которые происходят в больнице, мы обязательно проиллюстрируем и в ближайшее время покажем вам, чтобы не пришлось вам болеть, чтобы воочию убедиться в тех изменениях, которые происходят у нас в городской больнице. Спасибо большое, Олег Анатольевич, за то, что пришли к нам в студию. Это была программа «Городские подробности», я и ведущий Амеркин Драсов. До встречи.